Президент поставил задачу к 80-летию Победы завершить строительство части музейного квартала, посвященной Великой Отечественной войне. Сегодня в администрации столицы обсуждали, как успеть к намеченному сроку. Вот так выглядит будущий музейный квартал с улицы 25 октября. А это уже вид со двора. В ближайшие месяцы строители должны завершить стены и кровлю, установить рамы на окна и после этого приступить к отделочным работам. До конца этого года уже будут конструктивы, в принципе, сделаны в этом зале. Будут определены этапы реализации поставленных задач на будущий год. Внутри помещения тоже мы должны предоставить техническую возможность зайти уже непосредственно оформителям, которые будут проводить работы по внутренней диораме, по освещению, по выставке, экспозиции. Экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, займет один из четырех залов музейного комплекса. Остальные тоже тематические. Это советское время, потом события 92-го года и современное Приднестровье. Но сейчас все внимание военной тематики. Впереди большой юбилей победы. Сегодня даже не обсуждали, успеют или не успеют. Задача поставлена и должны успеть. К 9 мая 25-го года сделают только экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне. Все остальное в музейном квартале будет продолжаться строиться. Пока строители выполняют свою часть работы, музейщики досконально продумывают, как будет выглядеть экспозиция. Она расскажет историю становления оборонительного рубежа на Днестре. От начала 30-х годов, когда на границе между СССР и Королевской Румынией началось строительство терраспольского участка укреплений линии Сталина до событий лета 41-го, когда на Днестре шли бои с румынами и немцами. Значительное место в экспозиции займет и Яско-Кишиневская операция, в ходе которой освободили не только наш край, но и правобережную Молдавию. Изюминкой этого зала войны будет диорама по Яско-Кишиневской операции. Это первый день начала Яско-Кишиневской, 20 августа, с видом из-за спины противника, то есть средств на вид на Миринежские поля и на село Кицканы с колокольной. Во дворе музейного квартала планируют разместить выставку военной техники, а еще восстановят уникальный ДОТ, построенный перед Великой Отечественной. Внутри ДОТ будет выглядеть примерно вот так. Это фото похожего объекта линии Сталина в Белоруссии. К слову, белорусские специалисты обещали помощь коллегам из Террасполя в обустройстве исторического объекта.